Всем привет! Меня зовут Катя Анушкина и сегодня в этом видео я хочу вас обрадовать. Наконец-таки, спустя два года, я снимаю ром-тур! Боже мой! На самом деле, я рада не меньше вашего. Вы просто видите, какое у меня лицо. Я безумно-безумно-безумно счастлива, что наконец-таки я полностью обутроила свою комнату так, как я хочу, украсила ее, дополнила декором и теперь я готова вам ее показать и снять ром-тур. Наверное, меня на это смотивировало лето и то, что я наконец-таки разобрала ее, смогла очистить от старых вещей, выкинуть что-то ненужное, добавить что-то новое и интересное. Поэтому давайте не будем медлить и наконец-таки начнем! Мой ром-тур 2018 года. Поехали! Ну что ж, добро пожаловать в мою комнату. Первое, что мы видим, когда заходим ко мне в комнату, это мой туалетный столик, который постоянно мелькает у меня видео про макияж. На нем у меня всегда стоят куча бутылечков, спреев, духов и кисточек. А в самом столике у меня лежит моя косметика. Разные помадки, туши, тенюшки, которыми я обычно крашусь. И также в столе у меня есть ящичек с разными расчесочками и другими штучками для макияжа. Извините, конечно, пожалуйста, за мой бардак, но это все-таки вся моя косметика, которой я ежедневно крашусь и пользуюсь. Поэтому это место просто не может быть всегда в порядке. Тени для бровей, скульптуры, мой любимый хайлайтер, мои тональные кремы. Кстати, вот этот уже закончился. Здесь просто куча всего интересного. Все мои боди-мисты и спинка, пенки, разные дезодоранты и моя любимая основа под макияж. Чуть левее от туалетного столика у меня стоит прикроватная тумбочка с разным милым декором наверху. Здесь у меня очень красивый мудборд с моими коллажиками с Арианой и просто всякими вырезками из журналов. У меня стоит Эйфелева башня с моими разными подвесочками. Вот это, кстати, мне вообще подарили на последней фан-встрече. Здесь просто потрясающий ночник. Это разные гирлянды в баночке. В этой штучке у меня лежат мои колечки и, конечно же, моя самая огроменная свечка American Home. В первом ящичке у меня лежит просто огромное количество разных тканевых масочек для лица. Да-да, у меня их так много. На второй полочке у меня лежат разные средства для волос. Разные тюшки, бегуди и плойки. Дальше ящик полностью заполнен разными кремами для рук, антисептиками, пшикалками и духами. Вот реально, чего там только нет. В следующем просто лежит моя аптечка с разными таблетками на крайний случай. И в последнем ящике у меня лежит косметика, которую мне присылают и которая немного не помещается в моем туалетном столике. Ну и наконец-таки настало время самого любимого места в моей комнате. Это моя кроватка. Я просто обожаю ее обустраивать, поэтому там всегда лежит просто огромное количество разных милых подушечек, игрушечек и так далее. А над кроватью у меня всегда висят фотографии с моими друзьями, родителями и просто близкими мне людьми. Допустим, вот это из Америки. Вот это с вами на премии Day 5. Это моя просто самая любимая милая с мамой. Также здесь есть маленькая фотография с Катей Клэп. Просто опять же с моими подружками, разными друзьями. На всяких концертах, на съемках клипа, на выступлениях. Рядом с кроватью у меня стоит мой потрясающий стеллаж, который постоянно по несколько часов расглядывают просто все, кто ко мне приходит. Там очень много памятных для меня вещей, которые я привезла из разных поездок. Много фотографий, статуэток, мягких игрушек, ваших рисунков, которые вы мне дарите на фан-встречах. Просто много милого и интересного декора. И также есть отдельная полочка с моими достижениями. Например, серебряная кнопка YouTube. И премия, которую я выиграла от Day 5. Короче, этот стеллаж я сама просто обожаю. И могу разглядывать его просто вечность. Вот, например, рисунок, который девочка мне подарила очень давно на фан-встрече, но он до сих пор висит у меня в шкафу. И журнал с моей статьей. Я ему очень горжусь, поэтому аж на полочку поставила. Даже вывеска, когда мы выступали в шоу, лайк Катя Адушкина у меня здесь есть. Я ее все еще храню. Мне кажется, у всех есть такое место в комнате, куда вы складываете хлам, коробки, игрушки и просто куча всего остального непонятного. Так вот, у меня за это в комнате отвечает этот шкаф. Здесь просто коробки с каким-то хламом, если честно, я реально не помню, что там. Настольные игры в коробках, всякие уна, шары-гадалки, всякие штативы, микрофон, с которым я обычно снимаю видео. Туда я обычно складываю просто все. У меня лежит там вся техника. Камеры, зарядки, штативы, чехлы на телефон и на компьютер, попсокеты еще не распакованные. Все настольные игры, куча коробок с моими старыми концертными костюмами, огромное количество проводов, все коробки от старых камер, компьютеров и другой техники. Наконец-таки мы переходим к тому, что вы все так долго ждали. Это мой подоконник с мягкими подушечками, о котором я так долго мечтала. Самые нижние ящички выдвигаются и являются лесенкой, по которой можно без проблем забираться на сам подоконник. А все остальные ящики заполнены моей репетиционной одеждой, опять же, костюмами для Тодоса. Здесь просто мои костюмы, которыми я пользуюсь, то есть в которых я выступала недавно или скоро буду выступать опять же с Тодосом. И да, не спрашивайте, почему у меня здесь веселая гармонь. Также у меня есть отдельный ящик с подарками. Там разные свечки, крема, кошелечки, блокнотики, подарочные наборы и остальные милые штучки. А также отдельный ящик с пустыми подарочными пакетами, чтобы можно было всегда запаковать подарок. Очень много разных пакетов, которые я оставляю после каких-то подарков или дней рождений. И также есть отдельная коробочка с вот такими штучками тоже, чтобы усывать в пакетик. И я готова к дням рождения. Слева от моего подоконника стоит точно такой же шкаф, но уже с одеждой. В нем хранится вся моя основная повседневная одежда. Все топы, шорты, футболки, джинсы, толстовки и все-все остальное. На вот этой полочке у меня всегда лежат все мои штаны. То есть все мои черные джинсы, голубые, просто какие-то спортивки. На следующей полочке у меня лежат, так как сейчас лето, просто мои разные майки, топы, футболки, все что угодно. Вот в этой стопочке просто мои разные шорты. Джинсовые, неджинсовые, черные, голубые. А вот в тех верхних полочках у меня лежат вещи не по сезону. То есть какие-то мои толстые толстовки, которые не подходят к лету, тоже разные штаны и другие кофты. Ну и, конечно же, то, где я провожу большую часть всего своего свободного времени. Это мое рабочее место. Там у меня висят мутборды с моими мечтами и просто вдохновляющими картинками и доска с полароидными фотокарточками. Здесь у меня стоят разные стаканчики с моими карандашами, ручками, фломастерами, ножницами. Короче, все, что мне нужно обычно, когда я что-то пишу, записываю. Здесь еще одна фотография с моими друзьями. Вот в этих ящичках у меня просто всякие наклейки для оформления ежедневника. А за компьютером у меня прячется мой микрофон, с помощью которого я озвучиваю свои видосы. И просто разные жесткие диски, на которые я скидываю материал. На этой стороне у меня подставки под книжки, в которых я храню разные ваши рисунки, мои блокнотики. И самое классное, что есть у меня на столе, это моя лампа, в которой есть USB-проход и которая может заряжать мой телефон и вообще все, что угодно. Также я просто обожаю украшать свое рабочее место разными гирляндами и просто светящимися штучками. Здесь я повесила просто потрясающую гирлянду в виде ананасиков, которая очень красиво светится в темноте. И также здесь в уголочке спрятался мой любимый неоновый фламинго, который я тоже недавно заказала. И на столе у меня всегда стоит какая-нибудь кружечка с чайком и какие-то шоколадки или батончики, потому что во время монтажа я обожаю чего-нибудь перекусить, не отрываясь от компьютера. А как вы знаете, монтирую я по очень много часов. А вообще про мое рабочее место можно рассказывать бесконечно, поэтому если вы хотите отдельное видео про мой рабочий стол, то пишите об этом внизу в комментариях. Наверное, самое интересное место в моей комнате это мой большой шкаф с одеждой, потому что на нем есть очень много разных накладок. Одна из них это баскетбольное кольцо, в которое реально можно бросать мяч, а еще там есть дарт. Вот это все снимается и может одеваться любая другая накладка, а вообще мой шкаф сам по себе белый. Это моя самая любимая накладка. Здесь обычно расписываются все мои друзья и знакомые, когда приходят ко мне в комнату. Здесь есть приветик от Кати Клэп даже. Собственно, в этом шкафу висит одежда, которая очень быстро мнется, или просто платья или пиджаки, которые не помещаются в другие шкафы, и им нужно висеть навешивать. Вот здесь вот висят все мои разные джинсовки, моя старая с разными патчами. В самом начале здесь висят мои разные платьишки, комбинезончики и летние штучки, которые очень быстро мнутся. Вот здесь вот две мои ветровки. Одна от Томми и Джиджи, а вторая просто белая из Бершки. И дальше пошли разные толстовки, которые вообще не по сезону, которые очень жаркие и толстые. И в самом конце мои рубашечки и моя школьная форма, которая сейчас мне вообще не нужна, и поэтому она висит в самом конце. В этом шкафу у меня внизу стоит обувь, разные носочки, и также в нижнем ящичке у меня располагаются все мои рюкзаки и сумки. И как вы знаете, я просто помешана на всех рюкзаках и сумках, поэтому у меня есть просто все разных цветов и размеров. Ну и вот и все. Это была вся моя комната. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, потому что я над ним безумно-безумно старалась. И все-таки это то видео, которое вы у меня просили сделать два года. Простите, пожалуйста, я правда, мне очень стыдно, что я так долго задержалась и не делала это видео. Но вот, наконец-таки, летом 2018-го у меня дошли руки, и я наконец-таки его выкладываю на свой канал. А если вы хотите отдельное видео про мое рабочее место, про мой стол, что я там делаю, как там все обустроено, потому что там не все так просто, как кажется на первый взгляд, и там есть много разных потайных ящичков, так что ставьте палец вверх к этому видео и пишите об этом внизу в комментариях. А я вас всех очень-очень люблю. Ну вот и все. Это было все. И всем пока-пока.